МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Телеканал России ведёт прямую трансляцию из Копенгагена, столицы Датского королевства. Вот так ярко только что отзвучал гимн Европейского вещательного союза, знаменитая мелодия французского композитора 17 века Марка Антуана Шарпантье. Тебя, Бога, хвалим! А это значит, что в эфире телеканала Россия главное музыкальное событие года в Европе. Конкурс песни Евровидение 2014. И мы вместе со всеми сегодня будем болеть за наших замечательных российских участниц, сестёр-близнецов Машу и Настю Толмачёву. И вы, дорогие телезрители, мы, комментаторы телеканала Россия, мой коллега, который не знает, что такое золото, потому что не знает, что такое молчание. Дмитрий Губерниев. И просто Ольга Шелест. Лучшая среди равных. Шансов у некоторых артистов победить очень много. Сегодня воистов победит сильнейший. Но сейчас на ваших экранах как раз триллер. Как флаги собирается сюда, на остров, на эту арену. Достаточно сложно. По воздуху, по морю, по Пальку. Да, сложно сюда подъехать, потому что здесь целая россыпь, если можно так выразиться, канала всевозможная. Это, конечно, удобно на кораблях, на различных лодках и так далее. Итак, Евровидение 2014. Объявляется. Мы команда, друзья. У нас всё получится. Итак, первая участница конкурса Евровидения 2014. Украина. В этом году её представляет певица Мария Еремчук. Мария закончила Киевскую Академию Циркового и Странного Искусства. Ещё университет Черновца, как политолог и специалист в области международных отношений. Странно, что она попала на Евровидение с таким образованием. Но, тем не менее, на ряд многих музыкальных конкурсов и фестивалей образцов для Марии в плане стилей женского обаяния всегда была Моника Белгучи. А в музыке её привлекает необыкновенный энергетика Мадонна. Вау. Мария росла в музыкальной семье. Её отец, известный певец и композитор Назарий Еремчук. Он долгое время работал в советском ВИА Смиричка. Ну что ж, друзья. Музыку для конкурсной песни Мария написала сама. Тик-Ток. Мария Еремчук. Украина. Номер первый гранд-финала. Музыку для конкурсной песни. Тик-Ток. Браво. Дима утирает слезы. Всё будет хорошо, Дима. Штиль. Ветер молчит. Шикарная песня. Как сказали ребята Кипелов и Уда Диркшнайдер. А теперь идём дальше. На сцене австрийский участник Евровидения 2014. Итак, знаменитая Кончита Вурс. Она же Томас Нойверт. Она же бородатая леди. Кончита и Вурс Томас Нойверт стал в 2011 участвуя в телепроекте «Большой шанс». А до этого он пел, например, в австрийской мальчуговой группе «Ец Андерс». Кончита говорит, что в жизни её вдохновляли родители. Бабушка с дедушкой и неожиданно певица Шарф. Кончита уверяет, что родилась в Колумбии. Потом переехала в Германию. Назвали её в честь бабушки Кончиты Барбариды. А папа нашей австрийской дивы Альфред Кнак фон Вурст. Кончита, по её словам, влюбилась в красавца Жака Патриака. И вышла за него замуж. Но, как вы понимаете, эта биография – часть её сценического образа. И верить тут, конечно же, ничему нельзя. Единственное, друзья, в чём мы столько уверены, что вурст по-немецки – это «Сосиска». Спасибо за знание немецкого языка Кончити. Итак, она на сцене с песней «Возрождаюсь как фениц». Одиннадцатый номер. Одиннадцатый номер. Попыталась возродиться как феникс. Забавные австрийские флаги в виде бороды были у ребят на лицах. Это интересная находка. А если вы хотите знать, что думают люди со всей Европы об артистах Евровидения, то заходите в свои любимые социальные сети, используя хэштег «Евровизион». А если вы не знаете, что такое хэштег, то не волнуйтесь. Просто наслаждайтесь нашим концертом. Давайте продолжим. Действительно, вечеринку, говорит Пилю, и следующая конкурсантка под номер 13 приехала из Швеции. Шведок, который сейчас готовится выйти на сцену, каждый год находится в группе фаворитов. На сей раз за эту страну выступит певица Санна Нильсен. Своей стороне Санна Нильсен считается весьма уважаемой артисткой. Она, можно сказать, входит в высшую лигу шведской поп-музыки. Санна семь раз принимала участие в национальном отборе на Евровидении. И только в этом году она победила. Санна начала петь с 11 лет. Ее кумиром всегда была Селин Дзион. И, кстати, в далекие 80-е годы победительница Евровидения. А последние несколько месяцев Санна ведет персональный видеоблог. И перед конкурсом она в нем подробно рассказывала, как готовился номер, как шилось платье, как проходили репетиции, как делался мейкап. Это очень интересно. Найдите обязательно ее в интернете. Унда, так называется, шведская песня. Санна Нильсен, Швеция, номер 13. Унда, так называется, шведская песня. А мне нравится Санна Нильсен, песня в ней очень хорошая. Молодец. И невероятно. Они, конечно, приветствуют в Заре страны Скандинавии. Понятное дело, поддерживают друг друга. Сестры молодцы. Они влюбили в себя Копенгаген без привлечения. Настоящие звезды. Вот сегодня любопытной ситуацией была в рок-магазине. Девушка с диском металлики в руках, узнав, что из России сказала, как мне нравятся ваши близняшки. Они молодцы. Они покоряют Европу. Девочки действительно очень обаятельные. И, видимо, от того, что они еще и близняшки, к ним какое-то совершенно очень нежное отношение. И они такие маленькие, такие нежные, такие хрупкие. Их здесь все оберегаются, очень любят. Никакой предвзятости к нашей стране. Все очень как-то радужно и с любовью и позитивно. Очень красивая, очень талантливая песня. Для Толмачевых сочинила целая международная бригада во главе с Филиппом Киркоровым. Итак, болеем за Россию. Курс Настю и Машу. Shine. Поехали. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Another world to show some love No one's gonna bring me down Bring me down You're my rising sun Молодцы! Сестры Толмачевы вышел сейчас в зал и, вы знаете, пробили своей энергетикой, своим талантом. Андраш Калай Сондерс, венгерский участник нашего конкурса. Андраш родился в семье американского соло-продюсера и певца, венгерской топ-модели. Долгое время жил в Америке. Его отец часто брал в гастрольные туры. Да, с тех пор Андраш не может жить без музыки. Кстати, говоря пару дней назад, отец Андраша, Фернандо Сондерс, приехал из штатов в Копенгаген, чтобы поддержать своего сына. Андраш Калай Сондерс несколько лет назад переехал из Америки в Венгрию, добился больших успехов на местной поп-сцене, считается одним из фаворитов нынешнего конкурса. Его песня «Раним бежать» посвящена очень необычной для поп-музыки теме «Домашнему насилию». Появилась эта песня так. У Андраша в детстве был друг, который жил в семье, где насилие было обычным делом. И рассказы маленького мальчика отзвались в тексте песни, которую венгерский артист написал для Евровидения. Тут еще мощная функция Евровидения, да? Андраш Калай Сондерс в Венгрии с песней «Бежать» ранен номер 21. Диарвей. Ну вот и серьезным темам есть место на Евровидении. Нет насилия в любом виде. Молодец, Андраш Калай Сондерс в Венгрии. Только любовь. Идем дальше. Из Голландии на конкурс приехал дуэт «The Common Line». Собрали сей тандем специально для Евровидения. Участники, популярные в Нидерландах исполнители кантри-музыки, Илзе Дланш и Уэйлон. Уэйлон взял это имя в честь Уэйлона Джейнинса, замечательного американского кантри-музыканта. А Илзе Дланш, ее полное имя Илзе Аннушка де Ланш, вот уже лет 15, с успехом работает на голландском поп-сцене. Илзе и Уэйлон познакомились друг с другом еще подростками. Именно тогда они стали изучать и играть американскую кантри-музыку и блю-грасс. Голландский дуэт до конкурса не числется в фаворетах, однако их выступление здесь понравилось очень многими. Например, их котировки на букмекерских сайтах быстро поднялись. Мне ансамбль The Common Lineups тоже очень нравится. И мне сейчас прозвучит песня «Тишина после бури» The Common Lineups Нидерланды, номер 24. Профессиональные артисты на сцене, это ничего не скажешь. Нет, молодцы, на самом деле номер потрясающий. Ну что ж, скоро начнется голосование, друзья, будьте внимательны. Мы как раз прослушали кашу из-за различных иностранных... Вы слышите? Видите, это я машу. Вот я там справа. Это Грэм Мортон, известнейший, известнейший английский телеведущий. У него потрясающее свое шоу, куда приходят исключительно звезды. Я ушел, потому что я махала тут со всеми руками из-за тебя тоже. У нас показали. Это действительно шутка, друзья, потому что комментаторские кабины, несмотря на то, что сейчас они взяты широким таком углом, камеры, невероятно маленькие, узкие. Душа! А! Что это? Ну вот это был еще один сюрприз, уважаемые друзья. Мы чуть не упали практически с высоты пятиэтажного дома. Мы находимся на самой верхотурине. Ну, в общем, слава богу, что трибуна устояла. Хотя, когда люди раскачиваются вместе с нами, друзья. Мейерверк, изобретенный в Китае. Вот, в общем, пожалуйста, нам здесь немножко... Попортил нервы, да. Мне небольшой шрам на сердце останется. Спасибо, Пелю, спасибо, Николай. О, это целый торт, обратите внимание. Представительца Великобритании. Вот так поднимают престиж Евровидения в Британии, на самом деле. Последние места занимают интервью с комментаторами. И сейчас еще и тортики исполнителям. Не то чтобы легкий элемент зависти, но на самом деле, как бы, стараются привлечь аудиторию в преддверии концерта Iron Maiden. Слушайте, ну, в общем, этим тортом можно накормить, конечно же, всех, всю твою команду, всех тех, кто приехал болеть за тебя. Здесь напрашивается нестандартное решение, ведь торт можно использовать совершенно блестяще. Что поднимет рейтинг не только в Британии, но практически везде, Ольга. Ну, Лиза, дает. Конечно, уже ночью на дворе этот торт, конечно, испортит фигуру Молли, но я надеюсь, это никак не отразится на ее сегодняшнем... Держи крепче Молли на сегодняшнем настроении и желании победить. Ну, вообще-то нечестно с их стороны говорить о еде, потому что здесь нас поют только кофе, чаем, водой, ну и какие-то небольшие бутербродики. Ну, а сейчас, кстати, ребята спорят, что в Китае девушка называют «маленькая бабочка» и... Ну, опять про Китай, да, напоминает Николай Филюш, что он уже всех достал своим Китаем. Мы вообще сами не понимаем, почему он постоянно о нем говорит. Вот почему мы не поем на сцене, а комментируем. Ну, мы подхватили, друзья, весь этот вот стройный хор, который здесь в арене поет песню «Join Us», которая вот так трансформировалась из «Only Teardrops» в песне «Победительницы». И, 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 finally, With the big love from Azerbaijan, our 12 points go to Russia! Но! Спасибо, Азербайджан! Молодцы! 12 баллов получает сёстр Толмачёвы и 12 баллов получает Австрия. Возрождённый Феникс Кончита Кюрст. Так и представляет Кончита, как она будет благодарить Греб. И сейчас Россия появляется! Да, очарительная Алсу, которая блеснула в 2000 году, но краше и моложе стала с тех времён. Спасибо большое за прекрасное шоу. Благодаря Алсу, Данию. Ну что ж, и вот результаты от России. Очень интересно, как вы проголосовали, друзья. Давайте посмотрим. Армения получает 8 баллов. И сравнялась, соответственно, Армения с Азербайджаном сейчас. 10 баллов получает Азербайджан. Интересно, 12 баллов кому отдаёт Россия. Интрига, интрига. Тео получает и чизкейк! Ну что ж, мы поздравляем Тео, это его первые 12 баллов. Австрия. Почему-то я не удивлён. И каждый раз... Ой, ну, потечёт макияж у Кончина сейчас. Абсолютно точно, конечно. Уже он не переставая заливает декольте в таких случаях, я бы сказал так, с вами горючими слезами. Радостными, конечно же, австрийская дива. Элоди Суиго, это радиожурналистка. И слава богу, усы висят у ведущей всё-таки в качестве колье, а не под носом. А ты, усатая женщина, мы уже не перележили. Жить с наследием бородатой. Прекрасный текст. Не пора ли вам от свой Франциско? Ощущение такое, что сейчас она комментирует футбол, уважаемые друзья. Париса сэнджерменсенцитив. И 12 баллов от Соединённого Королевства уходит Австрии. И сейчас снова Кончита Вурс на первом месте. Сколько драмы всё-таки. А сколько драмы, боже ты мой. Боже ты мой, сколько драмы. Драма Квин. А вот и Латвия. Ну, человеку уже, по-моему, на чемпионате по хоккею. Абсолютно два. 10 баллов получает Россия. И сёстра Толмачёвой перемещается чуть выше в турнирной таблице. 10 баллов у Нидерландов. Посмотрите, как высоко. И уже дрожит борода Кончиты от напора голландцев. Но, как выяснилось преждевременно. И вы посмотрите, вот она реакция. Боже мой, какие переживания. Ты знаешь, рассыпается у нас. Спасибо. Спасибо, Республика Беларусь. Связь не прервалась и 12 баллов получает. На самом интересном месте сейчас, да, вот. Словно кто-то пытался помешать этому. И каждый раз, когда объявляют Австрию, Кончита Бурц заливает слезами свою бородку. Пока на первом месте австрийская, так сказать, леди. И экспресс-интервью у нас. Пока лидирует, пока лидирует Кончита Бурц. Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Глаза на мокром месте. Боже ты мой! И мы плачем вместе с Кончитой. Ольга, продолжайте работать. Господи. Я думаю, это все. Держите руки с крошкой, что там еще есть какие-то вещи, и теперь вернемся к Николайу и Клюю. Запрещено с таким макияжем. Ты не представляешь, во что он превратится, если хотя слеза прольется. Как ты говоришь, на бороду. Роли красной леди. Ты что? Я просто боюсь... Держится на клею и потерять их смерть и подобно. Я боюсь, что он начнет заливать декольте, понимаешь? А ты не бойся. Я с тобой. Ту Кончита. Ту Кончита. Это понятно. Значит, Австрия набирает 135 баллов. И теперь вернемся к Порту. Не может поверить. Прекратите расстраивать девушку. Перестаньте за нее голосовать. Ну что же, мы потеряем Кончита. Вы что? Снова Кончита. Спасибо большое, Португоль. Спасибо за хорошие слова. Продолжает плакать Кончита. И на ее месте, собственно говоря, Ноли. Ты бы тоже плакал. Всякая девушка поступила бы точно так же. Мужчина не плачет. Мужчина огорчается. 10 баллов получает Австрия. Причем не просто Австрия, а Ловли Австрия, как сказала. Конечно. Норвежская ведущая. И мы видим, что сейчас все-таки не получается плачущей австрийской девушке оторваться далеко. Приближается вновь к австрийской Кончите. 8 баллов получает Россия. Спасибо большое. Но мы видим, что Ирландия голосует за Кончиту Вурст. Анбеливабл сейчас говорит, обращаясь к Ирландии, Кончита. А также Омайгадабл. Получает Австрия от Финляндии. И я думаю, что такими темпами Кончита Вурст может просто не дожить до финала. Все-таки нужно сейчас беречь себя этой красотки. Конечно, беречь силы, потому что если Кончита победит, ей нужно будет еще и сменить эту победу. Абсолютно точно. А макияж... Жизнь Кончита. Австрия 10 баллов. И уже, посмотрите, как мощно... Сбривает бороду. Не, Игнас. Не, можно сказать, на бреющем полете сейчас. Пока стремится к первому метку. Итак, 30 стран проголосовало. Да у них там все такие. И сейчас появляется Катя Белович, телеведущая. Страх Кончита, видимо. Нет, теперь, уважаемые друзья, если биатлонисты сборной Австрии будут выходить без бород, точнее биатлонисты, то не знаю даже, как их комментировать, вы знаете. Мне интересно только одно, это заразное или нет? Прошло. Если поехать в Австрию, ты вернешься с Горнолыжного курорта, и уже как-то так оброс немножко Италия уменьшилась. Испания в этом смысле поддалась бородатому искушению. И говорит, что любит Испанию сейчас Кончита. Австрия, я так и боюсь, что на нас сейчас прольются эти слезы. Боже мой, ну, разум и чувство. Читаем по губам, Вима, что говорит Кончита. Значит, нужно набраться все-таки мужества, чтобы читать по губам Кончита. Я хочу сказать, как мужчина. Но, как бы там ни было, мы на работе. Я читаю свою руку. И сейчас... Плачет не только Кончита, но и ее бэк-вокалист, а также охранники. И молвят, я буду руки твои целовать сейчас. И все, кто окружает Кончиту. Украина! Слава Украине! Ребята, и они говорят то же самое. Уже поздравляем. Сейчас, сейчас, посмотрите, вот он момент истинной для Кончиты. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Беги от меня, я твои слезы. Вспоминается мне такая замечательная песня. Ну, мы поздравляем. Поздравляем, это выбор Европы, друзья. Досрочная победа. И вот-вот они, слезы Кончиты. Слезы Кончиты. Или Кончитовы слезы. Как вам больше нравится. И 12 баллов получает Австрия. На восьмом месте сестры Толмачева. А Кончита Урс не может поверить своему счастью. Мог ли представить, простой австрийский парень, выступая в мальчуковой группе в свое время, что, став женщиной, будет такой прорыв. Помогла ему его борода. И 12 баллов достается нашей соседке. Поздравляем Кончиту Урс. Итак, все страны проголосовали. Кончита Урс заняла первое место. Мы молодцы. И, в общем-то, вы знаете, язык поворачивается сказать, что Кончита Урс тоже молодец. Это на самом деле так. И сейчас мы услышим еще раз яркое выступление. Кончита Урс. Нужно перестать плакать. Нужно настроиться на еще одно выступление. На следующий год Евровидение пройдет в Австрии. И вы посмотрите уже, как благодарит Кончита. Посмотрите, на заднем плане наши девочки все обнимаются. Там и Филипп Киркоров, и группа поддержки, и наши бэк-вокалистки. Бэк-вокал очень хороший, кстати. Поддерживают девчонок, да. Не забудьте, друзья, что по завершении нашей трансляции сестры Толмачевы, Филипп Киркоров и биг-босс-канал России Геннадий Гокштейн ответят на вопросы Бориса Корчевникова. Кончита Урс, победительница Евровидения 2014. Ну, предрекали. Предрекали это, честно говоря, после полуфинала. Я не знаю, кто этот человек. Вряд ли это супруг Кончиты. Почему? У нее есть супруг. Она девушка замужняя. Ты забыл, мы рассказывали ее прекрасную легенду. Да, но он не похож на того человека, про которого мы рассказывали. Он не похож на того человека, который женится на бородатой женщине. Тот сказочный на... Просто шлейфом любой джентльмен, конечно, поможет даме. И вот, пожалуйста, Эмили поздравляет датская победительница, которая привезла Евровидение в Копенгаген, вручает хрустальный микрофон Кончиты Вурст. Ну что ж, вы знаете, друзья, действительно, это поистине радужные перспективы Австрии, которые воплотились в жизни. И мы видим, мы видим, так сказать, на голубом глазу в руке Кончиты Вурст этот главный приз. Ну, так решила Европа, так мы проголосовали. Давайте порадуемся за Кончиту, потому что, несмотря ни на что, несмотря на то, как мы ее воспринимаем, как воспринимает ее Европа, у нее прекрасный голос, у нее замечательная песня. Нет, но действительно, на самом деле... Он такой талантливый парень, да. Вот такой образ избрал он для себя. Посмотрим, как дальше сложится карьера Кончиты. Тем не менее, сейчас мы услышим песни победительницы возрождались, как Феникс здесь. Ну, на самом деле, слова в песне очень хорошие. И подпевал зал, и, как выяснилось, подпевала вся Европа. Все-таки, наверное, очень важно всем, и безусам, и бородатым, подниматься после неудач, потому что, не проиграв, не победишь. Действительно, что лишний раз продемонстрировала австрийская, в данном случае, команда. Как бы там ни было, мы уважаем, конечно, выбор Европы. И в Евровидении Австрия чемпион. Ну что ж, друзья, ведущие говорят о том, что у нас было два прекрасных полуфинала и один грандиозный финал. Это был ваш выбор. Вы так проголосовали. Вы, Европа, сделали свой выбор. Давайте насладимся песней победительницей и попрощаемся до следующего года. Ну, мы еще будем заканчивать наш репортаж, уважаемые друзья. И сейчас, покуда Кончита Вурс готовится выйти на сцену, сестры Толмачевы в прямом эфире телеканала «Россия» буквально через несколько минут, когда мы скажем вам «до свидания». Передадим пламенный преданск Копенгагена. Будет работать московская студия. Там совершенно замечательные гости. Там прекрасная атмосфера. И надеюсь, что она будет достаточно доброжелательна, кстати говоря. Спасибо всем, что смотрели. И Кончита Вурст уже собралась для того, чтобы выступить. Поправляет ремешок на осиной талии своей, как мы видим сейчас. Еще одна вещь, которую мы хотели бы для вас сказать. Спокойной ночи, Европа! Но разве можно сейчас Европу уснуть, друзья? И еще раз глядя на песню-победительницу. Как знать? Итак, Кончита Вурст. Райз Лайна Тенис. Райз Лайна Тенис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...